Ухтинский благотворительный фонд «Милосердие» оказывает новый вид помощи людям без определенного места жительства – доврачебную медицинскую. Идея назревала давно, а острая необходимость была с самого основания фонда. У бездомных нередко возникают сложности с обращением в больницу. Наконец, нашлись добровольцы, готовые оказывать помощь. Подробности у Евгения Стокоза. Православная служба «Милосердие» при Свято-Никольском храме существует с 2012 года. С того времени они трижды в неделю проводят бесплатную раздачу горячих обедов, организуют благотворительные сборы одежды и продуктов для бездомных и других нуждающихся. Со временем сфера деятельности фонда расширялась. Среди добровольцев появились юристы, которые помогают людям, например, восстанавливать документы, консультировать по правовым вопросам. А вот готовых оказывать первую медицинскую помощь не находилось, хотя она зачастую бывает в числе самых необходимых, особенно зимой. Бывает так, что люди приходят с ожогами, с обморожениями и просят просто элементарные какие-то вещи перевязать рану и как-то что-то помочь. И поэтому у нас нашелся, слава богу, такой человек, который с медицинским образованием заинтересовался нашим проектом и готов вступить в его и его развивать. У нас будет машина «Газель», где будет немного оборудовано, столик, скамейка, куда можно бездомного пригласить и оказать ему помощь. Перевязать, помазать, выдать какие-то таблетки, медикаменты, куда-то направить, если мы будем видеть, что там дело серьезное. В ноябре появился один такой доброволец. Недавно присоединился второй. В декабре общими силами собрали мобильную аптечку. С ней и начали выезды на места кормления. Приобрели палатку, зимнюю палатку. Поставили, сделали там обогреватель. И там она, в общем-то, быстро разбирается, собирается. Хорошая палатка за неимение. Ну, что имеем. Чем богаты, тем и рады. И тоже, да, там на перекормление подходят люди. И если какую-то помощь оказать, или просто даже информацию подсказать людям, то, что в нашей компетенции мы делаем. Владислав Мулюгин вступил в ряды добровольцев «Милосердия» недавно. Он выпускник Ухтинского медколледжа, имеет большой опыт работы в медицине. Сейчас он работает в другой сфере, но руки помнит, делится мужчина. Поэтому в свободное время он по просьбе руководителя фонда «Милосердия» вступил в их ряды. Кроме выездной помощи, волонтеры несколько раз в неделю приезжают в пункт временного содержания бездомных в поселке Дальний. Сюда люди без определенного места жительства приходят ночевать. Здесь же можно оказать им помощь в более комфортных, а не в полевых условиях. Виктор, родом из Великих Луг, по работе оказался на севере. Несколько лет назад отморозил стопы, но умудрялся ходить и работать. Сейчас он лишился работы и оказался на улице, живет в подвале. В таких условиях культи стали воспаляться и кровоточить. Так он оказался в пункте временного содержания и стал подопечным «Милосердия». Мужчина говорит, что родственников у него нет, а если бы и были, не стал бы давать о себе знать в таком состоянии. Сейчас силами фонда для Виктора готовят протезы и будут дальше следить за его судьбой. Таких печальных историй, как у него, увы, гораздо больше, чем может показаться. Не всем удается помочь быстро, а кто-то не находит в себе сил разбираться с возникшими трудностями. А первую экстренную помощь, впоследствии и консультативную, в «Милосердии» готовы оказать любому. Девиз этих неравнодушных людей – помощь должна быть безусловной. Евгений Стокас, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.